Ребята, а вот эти животные где живут? Елена Окружнова признается, за четыре года работы в детском саду поняла главное. С детьми нужно общаться на равных, стать для них другом, а не строгим наставником. В программе дня познавательные игры и уроки, в которых дети сами рассказывают о животных мира и временах года. Елена Юрьевна организовала в группе особую среду, отличающуюся от стандартной. Они отошли от линейного принципа расположения мебели и разделили комнату на несколько зон. Здесь есть и зона отдыха, и отдельное место для творчества, а также уголок для активных игр. Результаты только положительные. Дети стали лучше общаться между собой, быстро находить занятия по душе и принимать осознанные решения. Родителям нравится такой подход. Да и сами дети с удовольствием идут в сад и не скупятся на комплименты любимому воспитателю. Она добрая, красивая и заботливая. Я думаю, мне многие завидуют, потому что я окунаюсь в детство и сама чувствую себя ребенком. Мне не хочется взрослеть. Я стараюсь на равных с ними общаться, как партнер по играм даже. Я одела каблуки сегодня, первый раз, наверное, за полгода. Обычно я с ними играю в кроссовках, с ними также в коне. В группе почти 30 человек. Организовать всех и уделить внимание каждому – задача непростая, но лучший педагог Анапы с ней легко справляется. Кроме тренировки ума – обязательные занятия спортом. Я сам! Я буду на спорте! Занятия, ребят, спорте! В здоровом теле – здоровый дух. Скандинавская ходьба развивает выносливость, улучшает кровообращение и не изматывает детей. Оборудовали ей специальный маршрут с несложными препятствиями. Елена Окружнова не только организовывает занятия, но и личным примером показывает, как правильно их выполнять. Воспитатель, как может быть громко сказано, но на самом деле от Бога. Очень ее любят дети, уважают родители. Она владеет современными технологиями, которые сейчас так необходимы в нашем дошкольном образовании. На мой взгляд, все-таки самым показательным должно быть это общение воспитателя с детьми. Педагог может быть не сильным оратором, но вот то, как он умеет общаться с детьми, на мой взгляд, это самый такой существенный показатель должен быть в этом конкурсе. Елена Окружнова участвовала в конкурсе в прошлом году. Тогда она заняла третье место в муниципальном этапе. Воспитателя такой результат не устроил, и она решила подготовиться и показать свои лучшие качества в этом году. Сейчас она готовится к следующему этапу конкурса. На краевом уровне предстоит серьезная конкуренция – более 30 лучших педагогов со всех районов. И только один победитель представит Краснодарский край на всероссийском этапе в Москве.